Понедельник будет не очень насыщенным днём с точки зрения экономических событий и публикаций, но некоторые из них всё же могут повлиять на ваши таги. Первыми в 10.30 вечера в воскресенье выйдут данные индекса сферы услуг Новой Зеландии за июль. В июне индекс снизился до 58,6 пункта, с отметки в 58,8 пункта, которая была зафиксирована в предыдущем месяце. Согласно прогнозам, в июле индекс составит 57,8 пункта. Спустя 15 минут будут представлены данные об объёмах розничных продаж Новой Зеландии за второй квартал. В первом квартале эти данные превысили ожидания. Было отмечено самое значительное увеличение объемов продаж со второго квартала 2016 года. Этому способствовал рост продаж автомобильных запчастей, услуг, связанных с продуктами питания и напитками, а также электронных и электротоваров. Всем трейдерам по японской иене стоит обратить внимание на публикацию предварительных данных об уровне ВВП за второй квартал, которая выйдет в 11.50. В первом квартале показатели роста были разочаровывающими и составили 0,3%, так как индекс был пересмотрен в сторону понижения с первоначальной отметки в 0,5%. Объёмы капитальных затрат не смогли сбалансировать сокращение потребительских расходов. Единственная публикация понедельника – это публикация данных об объёмах промышленного производства еврозоны за июнь, которая выйдет в 9 утра. В мае был зафиксирован годовой рост в размере 4%, который превысил ожидания. Вылечились объёмы производства потребительских товаров длительного пользования, а также капитальных товаров, промежуточных товаров, потребительских товаров кратковременного пользования и энергии. С вами был Киес Халил. Вы смотрели экономический календарь. В понедельник мы представим вам обзор основных событий и публикаций вторника. Всего доброго!